Залезняк Андрей Анатольевич, Академик РАН Российский лингвист, доктор филологических наук, действительный член Российской Академии наук по секции литературы и языка, отделения истории и филологии. Известен своими исследованиями по выявлению специфических особенностей древненовгородского диалекта, его отличий от наддиалектного древнерусского языка, орфографии и полиографии берестяных грамот, методики их датирования. Я должен вам рассказать о берестяных грамотах. Сюжет, который сейчас уже почти всем в какой-то степени известен. Уже, я думаю, мало осталось людей, которые не знают, что существует такое замечательное явление, как берестяные грамоты. Но в действительности это новый в широком смысле исторический документ, тип документа, а именно история его начинается с 1951 года, когда 26 июля 1951 года была в Новгороде во время археологических раскопок и в их процессе найдена первая берестяная грамота. С тех пор поиски этих документов продолжаются каждый год, и сейчас уже в Новгороде на настоящий момент последний номер 973, также приближается к тысяче, и еще около ста грамот берестяных найдено в десяти других древних городах Руси. В Старой Руси, Пскове, Смоленске, Твери, Мстиславле, Витебске, Рязани, Москве и даже на Украине в Звенигороде-Галецком. Но подавляющее количество, конечно, принадлежит Великому Новгороду. Это, так сказать, центр, из которого мы постоянно, каждый год получаем все новые партии этих замечательных древнерусских документов. Что собой представляют эти грамоты? По большей своей части это частные письма. Процентов 70-75 этих документов – это просто письма и записки небольшого объема, и по виду это что-то примерно нынешние почтовые открытки, и по содержанию обычно несколько фраз всего. Ну, кроме этого, есть, конечно, и некоторое количество документов другого рода, в частности, черновики некоторых более официальных документов, очень немного документов, связанных с церковными делами, скажем, обрывки молитв, и еще некоторое количество учебных грамот, то есть остатков от работы учеников Древней Руси, в частности, знаменитые грамоты мальчика Анфима, которому было 6 или 7 лет, и который, к счастью для нас, оставил целых 10 грамот. Ну, потерял их, конечно, но археологи счастливым образом на них набрели, и они представляют собой такое замечательное свидетельство того, как представлял собой процесс обучения грамоты в Древней Руси. Главное, что позволило нам сейчас познакомиться с этими документами, это то, что они, вопреки первоначальной идее, писались, как представляли себе филологи до первой находки, писались не чернилами, а другим способом. Они выцарапывались специальным инструментом, который в Древней Руси назывался писало, а в традиции классической называется стилус, такая металлическая или костяная палочка с острым концом, с одной стороны, с лопаточкой, с другой стороны, предназначенный первоначально для письма на воске, но которая пригодилась на Руси для выцарапывания букв на бересте. И в результате нет проблемы, что чернила, скажем, растворятся дальше в земле, поскольку если сохраняется сама береста, то есть сама березовая кора, то сохраняется и все, что на ней нацарапано. Попутно сразу скажу, что само сохранение коры в течение столетий это такое маленькое чудо в основном Новгорода, ну и некоторых других точек, но в меньшей мере, за счет огромной сырости почвы. В Новгороде сырость так велика, что практически эти документы, находясь под землей, как бы находятся в таком же состоянии, как под водой, доступа к кислороду нет. И вот результат, замечательное сохранение органических веществ, в частности и кожи, кости, и древесины, и коры. Так что замечательным образом найденная сейчас грамота, которой тысячи лет, или 900 лет, или 800 лет, иногда выглядит, как если бы она была выцарапана вчера. Ну, это всего несколько слов о внешних, так сказать, свойствах грамот. Что касается их ценности для истории страны, то об этом в этой аудитории рассказывал замечательно Валентин Лаврентьевич Янин. Я этого повторять не буду. Я буду касаться в основном языковой стороны проблемы, и того, что дают эти документы с точки зрения истории русского языка, с точки зрения нашего знания языка древнерусского, и коснусь также вопросов, связанных с трудностями чтения, ну, или, как иногда называют, расшифровки этих текстов. Ну, вот здесь на доске вы видите первые такие данные, касающиеся разницы между тем, что можно назвать книжное письмо и бытовое письмо. Это явление, которое до открытия берестяных грамот вообще было неизвестно. Собственно, берестяные грамоты подвигли филологию к тому, чтобы выдвинуть эту концепцию двух типов письма. Письма нормализованного книжного, строго подчиненного определенным нормам, и письма более свободного, который условно называется бытовым, где правила записи слов были несколько иными, в широком смысле несколько более свободными. Главное отличие, нам полезно будет это знать, поскольку берестяные грамоты, тексты, написанные не для книжности, а для каких-то сообщений маленьких информаций от одного человека к другому, там, внутри семьи, внутри одного двора, внутри города и так далее, ясно совершенно, что они пользовались бытовой системой письма. Поэтому особенности этой системы полезно знать для того, чтобы в наших примерах не было непонятных моментов. Здесь изображены главные отличия между книжным письмом и бытовым. Они немногочисленны. Они, строго говоря, касаются всего лишь трех букв. Ну, трех пар букв, простите. Значит, первая пара – это буква О, и буква, которую мы с вами сейчас называем твердый знак, а в древности называлась ЕР. Значит, вот О и ЕР. Вторая пара – это буква Е, и буква, которая сейчас называется мягкий знак, а в древности называлась ЕР. Значит, соответственно, пара О-ЕР и Е-ЕР. И, наконец, третья – это буква ЯТЬ, ну вот, очень характерная для дореволюционного письма, думаю, что все-таки с ней вы достаточно знакомы, чтобы ее опознавать, которая, однако же, находилась в определенных отношениях с буквой Е и с буквой ЕР. Какая особенность у бытового письма? Особенность у бытового письма состоит в том, что, в отличие от книжного, где строго известно, когда и строго различаются буква О и буква ЕР, буква Е и буква ЕР, буква ЯТЬ и буква Е. И каждая из них стоит на своем месте по совершенно строгим правилам, которые никаких вариаций не позволяют. Бытовое письмо, в отличие от книжного, букву О и букву ЕР рассматривает как варианты одного и того же. Она разрешает писать О и ЕР в любом месте, где нужно О или ЕР. То есть, возможно, смены в ту и другую сторону. Точно такое же разрешение действует в отношении пары Е и ЕР. В результате, если, скажем, слово СЕЛО, где вот есть Е и О, может быть написано единственным способом в книжном письме СЕЛО, то в бытовом письме оно может быть написано четырьмя способами. Или точно так же. Или со сменой одной буквы тогда вот будет написано через ЕР. Со сменой еще одной буквы будет написано через ЕР. И со сменой обеих тогда у вас вместо СЕЛА будет вещь, которая зрительная, вы даже совсем почти не опознаете, совсем не похожа на СЕЛО. Вот такое СЕЛО. Тем не менее, именно так очень легко может быть выглядеть это слово в берестяной грамоте. Это касается пары О-ЕР и Е-ЕР. А другое такое правило стоит в том, что вместо буквы ЯТЬ может быть написано Е и может быть написано ЕРЬ. То есть слово МЕРА, допустим, которое нормально пишется с ЯТЬМ по-древнерусски, может быть написано с ЯТЬМ, но может быть написано и с Е, может быть написано и с ЕРЬ. Такие степени свободы разрешаются в бытовом письме, и это отличает, скажем, берестяные грамоты от книжных документов Древней Руси. Заметьте, тут важно подчеркнуть следующее, что на первый взгляд это просто ошибки, что просто тот, кто вот так пишет, вместо СЕЛО пишет С-ЕРЬ-Л-ЕР, вроде бы делает целых две ошибки в маленьком слове. И такое впечатление было у исследователей берестяных грамот на первых этапах их изучения. Казалось, что очень много ошибок, и первое представление было о том, что писавшие плохо очень владели техникой письма. Такое представление продержалось какое-то время, довольно долго, и надо сказать, что оказалось сильной помехой для правильного понимания древних текстов. Почему? Потому что со временем было четко установлено, что это никакие не ошибки, а что это другой тип письма, письмо, в котором разрешены такие замены. Чтобы вы представляли себе, что такое вообще возможно в письме, я могу привести аналог из современного письма. Это Е и Ё, где вообще говоря, нет строгого правила, чтобы обязательно писать Ё. Сейчас имеется некоторые тенденции вводить Ё как что-то обязательное, но она еще не победила. А сравнительно недавно её почти не использовали. И до сих пор, строго говоря, вы в каких-то случаях можете писать там какое-нибудь Сёло, можете написать с двумя точками над Ё, можете написать с двумя точками над Ё. Вот это пример того, что вообще говоря, такое бывает. Бывает даже в наше время в современных письменностях. Хотя вообще-то для современных письменностей это не характерно. Характерна очень строгая регламентация того, что каждое слово может быть написано одним единственным способом, и всё так верно для русского, для французского, немецкого. Но всё-таки вот маленькие остатки таких старых возможностей есть. А в древнерусском этой строгости не было, и бытовое письмо как раз и пользуется этой возможностью. Важно следующее, почти что это не ошибки. Что если бы это были ошибки, то тогда любая... Они бы встречались совершенно не обязательно для этих трёх пар букв О, Е... О с Ером, Е с Ерем и Ять. Встречали бы А вместо О, допустим, И вместо Е, там какой-нибудь Б, вместо П, так вот оказывается, что никаких других замен перестанных грамот нет. И это сразу вам показывает, что это вовсе не разболтанность письма, потому что при разболтанности любые вещи встречались, а что это именно разрешённые замены, такие же разрешённые, как нам сейчас разрешено не ставить две точки над Е, в отличие от остальной части записи, где всё очень строго. И тогда оказывается, что если мы знаем это правило, если мы его для себя уже выявили и установили про бытовое письмо, то, когда мы видим, что, скажем, перед нами текст, где написано вот так вместо слова «село», мы не говорим «это ошибка», а просто понимаем, что это нормальная бытовая запись. И тогда выясняется, что, признавая правоту, правильность и допустимость такой записи, мы должны констатировать, что во всём остальном всё сделано безупречно. То есть, попросту говоря, с точки зрения бытовой системы, подавляющее большинство берестных грамот написано без единой ошибки. Это очень существенно. И когда что оказалось, что вопреки первоначальной идее, что эти грамоты написаны людьми, которые умели писать очень плохо, ничего подобного, в действительности оказалось, что эти документы с очень строгим соблюдением правил письма, только правил, немножко отличных от того, к чему он был. Вот это важное первое предупреждение. Теперь ещё другая сторона, касающаяся тоже языка древнерусского, которое необходимо пояснить. Она связана с тем, что, как обнаружилось, опять-таки, после открытия берестных грамот, то есть за последний полвека, в Новгороде и в окружающей его местности, стране, господствовал особый древнерусский диалект, довольно заметно отличающийся от диалектов других частей. Не так сильно, чтобы были какие-нибудь проблемы с пониманием, это, конечно, неверно. Прекрасный, конечно, житель Новгорода понимал жителей Киева, жителей Суздали и так далее. Но, тем не менее, с лингвистической точки зрения, какое-то количество отличий отчётливых существовало. Значит, для понимания грамот, отличий гораздо больше, чем я выписал здесь, но существенных, для нас самых важных, немного. Вот я выписал всего три. Первое отличие стоит в следующем, что в мужском роде, в именительном падеже единственного числа мужского рода, нормальное древнерусское окончание, как мы его называем, наддиалектное, то есть, так сказать, пригодное для всех диалектов Древней Руси, было «ер», который произносился как маленькое краткое гласное, типа «э», немножко похожее на «ы», только короче, «города», «велика», «дала». Примерно такое было древнерусское произношение. И, значит, записывалась буква «ер», которая сейчас просто отсутствует, ну, еще до 1917 года, еще писалась, как вы, наверное, знаете. Со временем просто исчезла, стало просто «город велик», «гдал», в древнерусском было окончание «ер». А в древненовгородском было другое окончание «е», «городе», значит, какой-нибудь «этот городе», «велике», а не «велик», «дали», а не «дал» и так далее. И вполне совершенно систематически. Другое такое окончание касалось женского рода, родительного падежа, родительного падежа женского рода, какого-нибудь, у жены, совершенно так же, как мы сейчас с вами говорим, в диалектном древнерусском, но у жене, у сестре, в ведро в воде и так далее, по древненовгородскому. И, наконец, третье отличие, множественное число, скажем, пасутся коровы, точно так же, как мы сейчас с вами говорим, но пасутся корове, тоже с ятьевым окончанием в древненовгородске. Вот такие отличия, которые необходимо иметь в виду, когда мы смотрим на древние документы, тоже понимать, что если у вас стоят вот такие окончания, то это никакая не ошибка, а диалектная особенность. Вот, пожалуй, всё, что касается предварительных сведений, необходимых для того, чтобы нам начать знакомиться с какими-нибудь берестяными документами. Вот перед вами сейчас одна из очень ценных, интересных и замечательных грамот, у которой удивительно маленький номер, номер 9. Можете себе представить, всего 1000 грамот, так вот это 009. То есть, попросту говоря, грамоты найдены в первый год раскопок, такая сенсация первого года. 12 век. Замечательная в самых разных отношениях. Сейчас мы её увидим более подробно. Пока что вы примерно видите, как она устроена. Заметьте, вот у неё три стороны аккуратно обрезаны, четвёртая сторона осталась необрезанной. Но чаще и четвёртая тоже обрезается. Но в данном случае, по какой-то причине, древнерусский человек, который это делал, четвёртую сторону оставил, как она есть, в таком грубом первоначальном виде. Сам текст, как видите, располагается в верхней части, в нескольких строках. Перед вами целая грамота. Весь текст сохранён безупречно на 100%. Это далеко не всегда так бывает. Большая часть грамот, а именно три четверти, это не такие замечательные целые документы, а фрагменты. Иногда довольно большие, иногда совсем крохотные, в которых умещаются 3-4 буквы. Не сразу мы поняли, по какой причине такое количество грамот до нас доходит не в целом виде. Ну, иногда там какой-нибудь лошадиным копытом оттоптана часть, это очень понятно. Или часть сгорела, а часть не сгорела, это тоже. Но это не так часто бывает. А чаще разорвана грамота. Обрывок. Явно совершенно человеческой рукой она разорвана, иногда даже разрезана ножом или ножницами. Но постепенно всё-таки всё выяснилось, что причина очень проста, она совершенно человеческая, состоящая в том, что человек, который получает грамоту, как правило, не очень заинтересован в том, чтобы после этого кто-то ещё её читал. Если там сведения, которые касаются только его. Поэтому, как правило, новгородец принимал меры к тому, чтобы, когда он грамоту прочёл, он её или сжёг, если бы сжёг, если бы сжечь не мог, то он её рвал на части, а тогда уже можно было и бросить. Вот эти вот части мы, к сожалению, обычно и находим. Но к великому для нас везению и счастью всё-таки находилось достаточное количество неаккуратных древних русских людей, которые бросали грамоту целиком. Так что вот примерно 250 граммов целых в нашем распоряжении есть. И это один из замечательных её примеров. Как дальше происходит? Ну, здесь вы, конечно, видите довольно плохо. Вы можете угадать только, что есть буквы, но попросить вас это читать было бы совершенно нереально. И действительно, следующий этап состоит в том, чтобы отдать это специальному прорисовщику-художнику, который изготавливает вот что. То, что мы называем прорезь. Прорезь – документ, где только воспроизводятся буквы, оставленные писалом, а все остальные элементы – пятна, трещины и прочие вещи, которые мешают распознать буквы, все отсутствуют. Так что здесь читается уже замечательно гораздо легче. Итак, первые три, четыре слова – грамоты. Незнакома вам первая буква, постепенно с ней познакомитесь. Это так называемая лигатура, соединённая, значит, написание двух букв в виде одного знака. Снизу буква Омега, которая читается как О, а сверху буква Т. От. От, ну и дальше от, по смыслу предлога от вам понятен. От гостяты к Васильеви. Красненьким я выделил здесь одну букву, которую надо читать по бытовому, потому что, видите, в подлиннике она написана ВА, СИ, Л, мягкий знак, ВИ. А я здесь пишу Е, потому что в нормальном написании, книжном, было бы Васильеви. Так это читается. Но в данном случае грамотов, которые очень мало таких отличий от бытового письма, в других берстяных грамотах их будет гораздо больше. Так или иначе, здесь написано от кого к кому. Значит, первое, это попросту говоря, то, что если бы было письмо современное, было бы написано на конверте. Кто посылает, кому посылает. Ну, как зовут того, кому посылаем, тут совершенно понятно, его зовут Василь, то есть это явно некоторый мужчина, а вот первый, от гостяты, это некоторая задача, которая занимала ученый мир в течение десятилетий. Кто первый человек, кто тот человек, который написал это письмо. Огромная была дискуссия, которая захватила самые разные страны, разные континенты филологического мира. Кто такое или такая гостята? Главный вопрос был, кто это, мужчина или женщина? И я пока оставляю этот вопрос нерешённый, мы с вами попробуем его решить дальше, когда будем читать по смыслу текста. Ровно это и, собственно говоря, всех интерпретаторов и мучило. Пойдём дальше. Дальше читаем то, что здесь написано, просто говоря, это тот же самый текст, но уже записанный, ну, немножко я тут разделения на строчки не соблюдаю, я просто написал следующую фразу. Вот она, я могу её читать по подлиннику, могу её читать по этой записи. Еже ми отец доял, и роди с дояли, а то за ними. Ну, не думаю, что вы со слуха такой текст понимаете, но с некоторой помощью, моей помощью вы поймёте. Ну, я думаю, те из вас, кто следит внимательно, может увидеть, что это в точности соответствует букву за буквой тому, что здесь стоит в конце первой, в начале второй строки. Еже это то, что, ми – это мне, но это слово отец, которое вы легко опознаете. То, что мне отец давал, и роди – это древнее слово, которое сейчас мы перевели как родственники, и родственники с дояли, то есть тоже дали, или дали в придачу, то за ним, ну, находится за ним, находится в её ведении, находится в его распоряжении. За ним мы пока не знаем, кто, но дальше постепенно, конечно, будет более-менее понятно, что это значит. Пока что вот такая фраза, что всё то, что отец мне дал, и что в придачу дали родственники, ну, кстати сказать, конечно, вырисовывается очень отчётливая картина свадебного дара, то находится в его владении, находится сейчас за ним. Почитаем дальше. Дальше начинается драматическая часть. «А ныне, вводя новую жену, а мне не вдасть ничтоже». Тут я боюсь, что вы уже можете понять, хоть даже не обучаясь древнерусскому языку. «Вводя», древний глагол «водить» имел специальное техническое значение «вводить в дом невесту», вводить, ну, попросту говоря, «жениться», «брать в жёны». «А ныне, вводя новую жену», то есть «а ныне, вводя в дом новую жену», или попросту говоря, «женять на новой жене», «мне не даёт ничего». Держите в голове задачу, которая стоит перед вами в самом начале. Кто гостя-то, мужчина или женщина? Постепенно перед вами разворачивается текст, к которому вы должны попробовать и ответить на этот вопрос. Пойдёмте дальше. Дальше следующий текст. Ну, опять-таки, вы можете убедиться, что он строго следует. «Избив руки, пустил же мя, а иную поял». Кое-что здесь... То есть, немало есть моментов здесь, которые требуют пояснения. Во-первых, пустил. Древнерусское «пустил» означало не то же самое, что сейчас. Пустить в древнерусском языке, помимо тех значений, которыми нам знакомы, имело ещё значение более сильное – «выгнать», пустить вон, так сказать, изгнать. Сейчас отсутствующее в древности очень активное, и в особенности постоянно применялось в случае, если... изгнание жены, развода. «Мя, меня, пустил...» То есть, «выгнал меня, пустил же мя, избив руки». Буквально, вам кажется, что вы прекрасно это понимаете, но смысл не ясен, что значит «избив руки». Ну, думать, что просто такое было специальное наказание бить кого-то по рукам, можно, конечно, но довольно наивно и мало что нам даёт. Не буду длинно об этом распространяться, хотя это большая была проблема для филологов, каким образом это избив руки, понять. В конце концов, решение было найдено. Оказалось, что это, конечно, выражение вовсе не для того, что кого-то наказывают ударом по рукам, а что это обдет рукобитие. Заметьте, руки бить есть и в обряде рукобития, только это стоит вовсе не в том, что кого-то бьют, а стоит в том, что привыковать к некоторому соглашению. Рукобитие – часть древнего свадебного обряда, собственно говоря, дожившего в каких-то сельских местностях и до ныне, что в определенный момент сваты с одной стороны и другой стороны должны или родственники той и другой стороны должны прийти к согласию, что свадьба состоится и совершить рукобитие в знак того, что это согласие достигнуто. Так что избив руки – это означает, пройдя, так сказать, ритуал рукобития, то есть пройдя некоторый этап свадебных процедур, он прогнал меня, а другую взял. И вот конец. Доеди, добре сотворя. Доеди, то есть приезжай сюда, тоже вполне можете понять, хотя так сейчас мы бы не сказали, но понятно. Добре, то есть хорошо, по-доброму, добре сотворя, то есть сделав хорошо буквально, ну, как мы бы сейчас сказали, сделай милость. Приезжай, сделай милость. Ну, из других уже источников мы понимаем по аналогии с другими древними документами, что такого рода тексты писались к ближайшему родственнику. В данном случае почти, наверное, Василь брат. Так все-таки кто же гостята, по-вашему? Мужчина или женщина? Видите, ну, смысл совершенно однозначно, конечно, только женщина. Так вот, десятилетиями филологи не согласны были считать, что это женщины, а пытались доставить на то, что гостята это мужчина. Не правда ли? Поразительная вещь. Аргументы. Аргументы следующие. Не существует ни одного древнерусского имени наята, который принадлежал бы женщине. Все принадлежат мужчинам. Вот такой сильно выглядящий аргумент. Они существуют. Имена наята известны. Все вплошь мужские. Вот самый главный аргумент тех, кто продолжал настаивать, хотя для им рехолоспорядок хотелось придумать версии, ну, совершенно фантастические. Но даже не буду пересказывать, как из этого текста построить такое, чтобы это писал мужчина. При том, что там сказано меня, там выгнал меня, а другую принял в дом, ну, больше, чем очевидно. Выяснилось это же, однако, одно существенное обстоятельство. Да, верно, что все известные до сих пор, до этой грамоты, имена кончавшиеся наята действительно мужские. Но всех вообще женских имен, имеющихся в нашем распоряжении для Древней Руси, порядка шести. Понимаете? Вот, так что вы видите структуру такого рода, такого рода. Теперь, что касается чисто технического, то действительно, конечно, имена на А могут быть и мужскими, и женскими. Это мы знаем сейчас какой-нибудь Саша, пожалуйста, это сохранилось полностью в наше время. Там, Валя, это имена, в которых никаким образом нет различия между мужским вариантом и женским. Так что, с этой точки зрения действительно могло быть это и то. Но, попросту говоря, этот аргумент сторонников, что перед нами письмо мужчины, упирается на, упирается в чрезвычайно банальные обстоятельства, что практически верно, что до сих пор женских имен наята не было, но не было и других тоже. Хорошо. Вот тем самым перед вами пример очень интересного текста, который в данном случае правда написан в форме очень похожей на книжную. Как видите, один раз только здесь было отличие в сторону бытового письма, в остальном написано ни одну букву менять не надо. Есть сильное подозрение, что этот документ написан не самой гостятой, а профессиональным писцом, которому она это письмо продиктовала. Пойдемте дальше. вот перед вами еще одна грамота. Опять-таки мы будем работать не с оригиналом, который просто примерно достаточно, можете представить, как он выглядит, вот внизу шкала показывает вам длину в сантиметрах, то есть это довольно длинная узкая грамота, а мы посмотрим ее прорезь. Вот она в виде прорези. Тут уже кое-чего можете читать. Тот документ был 12 века, этот несколько позже, это документ 13 века. С точки зрения языка уже некоторые произошли продвижения, приближающие язык этого документа к нашему. Ну, всех деталей мы рассматривать не будем. И там, и там вы видите одну общую особенность, древнерусское письмо не делает пробелов между словами. Слово разделение здесь еще нет, оно появляется позже в истории русского письма, поэтому естественно мы много трудностей испытываем, в частности и в том, как разделить на слова. И действительно бывают сложные точки, где вопрос о том, как делиться на слова, то есть целая филологическая и лингвистическая проблема, могут быть тяжелые дискуссии по этому поводу. Но в большинстве случаев все-таки это решается довольно легко и древнерусский человек умел такое читать. Давайте попробуем и здесь понять, что здесь сказано. Сейчас, значит, уже в помощь вам этот же текст я привожу в нашей обычной печати и красным выделяю буквы, где мне их, которые надо заменить при переходе от бытовой записи к книжной. А именно, здесь, конечно, бытовая запись, нормальная для бедственных грамот, в отличие от предыдущей, здесь сильно ярко выраженная эта бытовая особенность. Видите, довольно много этих красных точек, где мне нужно изменить что-то внутри пары, чтобы получилась книжная запись. Здесь написано «Е», на самом деле в книжном был бы «Ерь», ну и так далее. Здесь написано «О», в книжном был бы «Ер», ну и так далее. Одновременно видна еще одна черта новгородского диалекта, которая называется «Цоканье». Черта, которая существует в русских говорах и поныне. В говорах севера, в довольно большом количестве мест, существует эта особенность, именуемая «Цоканье», которая состоит в том, что не различается «Це» и «Че». Реально может произноситься либо во всех случаях «Це», либо в других деревнях во всех случаях «Че», но нет различия между этим, там, какой-нибудь «Птича», может быть, другой стороны, может быть «Тяй» вместо «Чай» в разных местах. Иногда это может быть некоторый промежуточный звук, типа «Тя», но один для этих обоих звуков. Соответственно, эта черта, безусловно, была яркой форме представлена в Древнем Новгороде, поэтому мы очень часто встретимся, что там, где мы ожидаем «Це» написано «Че» или наоборот. Ну вот, первое здесь, посмотрите, как написано первое слово. Как вы думаете, что оно значит? «Чето», «Чето», конечно, это «Чето», «Чето», но с мягким знаком, как и должно было бы быть по-древнерусски, поскольку в древнерусском это было два слога «Чето», маленькие гласные типа «И», в начале, который записывается в виде «Ере», «Чето». Здесь тоже должно было бы быть «Че», но здесь, как видите, написано сильно отлично, буквально написано «Цето». Итак, «Чето». Следующее слово «ЕСИ». Ну, наверное, вы не очень знакомы с этим словом, разве что выражение «Гой, ЕСИ», «Добрый молодец». Сейчас в русском языке этого формы уже нет, но в старых текстах она встречается сколько угодно, это вспомогательный глагол «Быть», значит, «Я» «ЕСМь», «Ты» «ЕСИ». Ну, пожалуйста, для нынешнего слушателя полезно просто перевод на английский «Я» «ЕСМь» это «I» «Эм», «Ты» «ЕСИ» это «ЮАР». Значит, тогда тем вам понятно, таким образом я могу вас приобщить к пониманию древнерусских слов, потому что через русские средства непонятно, как выразить, скажем, первое лицо от глагола «Быть». Итого следа, на «ЕСИ» это «ЮАР», именно это вот «АР». И дальше «Прислали». «Прислали». Как вы думаете, что это значит? «Прислал». А почему сейчас «Прислал», а там «Прислали». «Конечно», «Конечно», «Вместо ЕСИ». Так что вот почему вам надо знать эту особенность новгородской морфологии, для того, чтобы для вас не поставила в тупик такая форма. Что касается «ЕСИ», форм «ЕСИ», сочетание «ЕСИ» прислали, то это еще одна древнерусская особенность, не только новгородская, а вообще древнерусская, что нынешнее, то, что сейчас является прошедшим временем глагола, «Дал», «Ходил», «Бежал», «Знал», «Сделал», и не требует ничего другого. В древности была форма составная, в которой, кроме того, еще должна была быть связка «ЕСИ», «ЕСИ», и так далее. Скажем, не просто «Я ходил», а «Я, ЕСИ ходил». Не просто «Ты ходил», а «Ты, ЕСИ ходил». Или просто даже «ЕСИ ходил». Как раз «Ты» было не нужно. Ну, понятно совершенно, что если уже есть «ЕСИ», то, строго говоря, местоимения не нужны, поэтому «Я ходил», нормально, по древнерусски было «ЕСМЬ ходил» или «Ходил ЕСМЬ». Порядок другой встречается, это довольно, это особая вещь. Так вот, поэтому «ЕСИ» прислали, это то, что сейчас соответствовало бы «Ты прислал». И с этим мы еще столкнемся. Итак, что «Ты прислал»? Ну, дальше вы понимаете, да? два человека. Опять-таки, то же самое «Це» вместо «Че», которое вы видите, так что все совершенно регулярно. Вместо «ЯТе» написано «Е», по тем правилам, которые вам уже были сообщены. В «ДВА» написано «ДОВА», вместо «ДВА» с «ЕРом», который был в древности в этом слове «ДВА» и так далее. «Что, «ЕСИ» прислали два тела века, те побегли». Значит, первый раз понятно. Ну, оборот такой народный. «Что ты прислал», то есть, «Которых ты прислал», смысл «Который», ну, сказано так, «Что ты прислал два человека, те побежали». Ну, вот, как видите, уже постепенно, значит, важное сообщение. Заметьте, замечательная особенность, текст с этого начинается. Не сказано от такого-то к такому-то, в отличие от первого письма. Это очень характерная особенность, и мы теперь твердо знаем, что существует ровно две категории древнерусских грамот, в которых нет адресной формулы. Вот как в этой. Перед вами пример. Одна категория – это военные донесения. То есть, по причинам секретности, никто пишет, никому пишет, не ставилось. На случай попадания записки к врагам, должны были сами адресаты, знать, кому адресованы. А вторая категория – это любовные письма. Вот такая замечательная парность, где по уже другим причинам, от кого к кому тоже отсутствует. Ну, причина, которую вы тоже можете угадать. Так вот это как раз, как вы понимаете, это военные донесения. Донесение, которое пришло от командира какого-то очень маленького отряда, потому что для него даже два человека присланы ему в подкрепление, это уже существенно. Ему прислали их в подкрепление, они, видишь, что сделали. Так что он сообщает о том, что подкрепление, которое ему прислано, оно пришло и ушло. Дальше, что же он пишет в этом? Ну, какому-то своему более старшему начальнику он сообщает это. Итак, что ты прислал два человека, те, что ты прислал два человека, бежали. А кони, ну, вот здесь, здесь Е снова вместо Яти, в данном случае это множественное число, так же, как у нас там было коровье. А кони не ведаю, где, Де он не дописал, Де у него плохо написано, редко, но бывает. А кони не ведаю, где поймавши. Можете понять такую фразу? Те побегли, а кони не ведаю, где поймавши. Ну, надо понять, что поймать в древности, где обязательно сначала поймать в современном языке, а сначала просто заполучить, взять. просто взять могло означать. Командир этого маленького отделения видит, что они бежали, а где взяли коней, чтобы бежать, он не знает. и дальше вторая часть сообщения, очень коротенькая. Вот. А Тимоне мерить тебе. Это попробуйте понять. Тимоне это, конечно, имя собственное, но и сейчас могло быть от Тимофея. Структура точно такая же, на неоконть, Ваня, какой-нибудь Маня, встроен Тимоне, так что явно совершенно это Тимофей, который назван здесь уменьшительным именем. Уменьшительные имена очень были распространены в Древней Руси, как и в современной. Тимоне мерить тебе. Как вы думаете, с чему это совместно? Да, мертв сейчас было сказано, но это то, что мы, конечно, перевели, что умер или погиб. А Тимоне нет в живых, скажем так. То есть, это сообщение, что кроме того, у него такая потеря в его отряде, Тимоне больше нет в живых. Вот такой кратчайший совершенно текст, который получил 700 лет назад некий старший начальник. Здравствуйте. Меня зовут Антонина. У меня такой вопрос. Вы вначале когда-то говорили о ЕР, ЕР и вот том, что они встречаются, то, что это не ошибки. Да. Есть какая-то зависимость от того по регионам? Это как-то встречается или это вот положено? Понимаю ваш вопрос. Да, да, совершенно точно. Это действительно вполне нас, филологов, тоже интересовал. на который не очень легко было получить ответ, потому что далеко не все регионы дают нам материал подобного рода. Новгород дает огромное количество. Кое-что есть в других местах, но в очень небольшом количестве. И сперва, конечно, можно было думать, что это такая особенность новгородского какого-то школьного бытового обучения. Так вот, оказалось, нет. Теперь мы уже знаем точно по материалу практически из всех уголков Руси, что это право в бытовом письме менять О на Ер или Ер на О в этой паре и в паре Е на Ер или Ерь на Е использовалось по всей Руси. Документы такого рода найдены под Москвой, найдены в Рязани, найдены в Белоруссии. значит, практически сейчас ясно, что во всех местах, где было берестяное письмо, но и не только берестяное, этот способ записи использовался. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok